хорошо сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и после этой встречи мы перейдем к чистке вашего дома и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учитель инги мужчина снимается маски и голограммы фантом приставит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратор или учитель инги представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться благодарю за теплый прием обращайтесь ко мне коста или костас как удобней коста очень красивое имя добро пожаловать наша комната диагностика время коста меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку вашей подопечной все убрали и у нее остались 10 вопросов к своему куратору будете ли так любезно уважаемый коста ответить на эти вопросы конечно я не упущу момент нашей встречи и отдам информацию которая имеет отношение к развитию души замечательно я благодарю вас коста с вашего позволения начиная с первого вопроса в чем причина моих проблем со здоровьем позвонками бедрами с желудком кишечным трактом с глазами грудью что делать чтобы быть здоровой гармонизироваться на всех уровнях чтобы быть здоровым твои тонкие тела были пробиты конструкции которая была установлена и оттягивала энергию по всем чакрам тебе нужно защищать свое физическое тело тонкими телами такими цветами как твои энергетические центры то есть чакры наращивая эти тела вокруг своего физического тела защищая физический план не обращая внимание на тела которые ты не видишь ты игнорируешь энергии вокруг тебя не защищаешь соответственно энергии забирает тот кто их видит и паразитирует на твоих энергиях добираясь до физического тела что и получилось нужно серьезно относиться к цельности своего организма включая все тонкие эфирные тела благодарю благодарю вас за этот развернутый ответ я перехожу с вашего разрешения ко второму вопросу какова моя миссия предназначение моей жизни могу предположить что этот вопрос о прохождении жизни души на земле в данный момент данный отрезок безусловно как и миссия любой другой души это развитие и получение нового опыта вокруг себя с людьми и ситуациями твоя душа на и должна найти умиротворение а значит путь который приведет к умиротворению душе должно быть комфортно конечном итоге но чтобы дойти до этого комфорта нужно слушать свою душу идти за ней этим путем душа развивается достигая комфорта а значит душа растет проходя определенные я бы не назвал это проблемой я бы назвал это ситуации которые несут к получению опыту и развития души переводя ее на новый уровень осознанности важен путь но путь ты делаешь для того чтобы твоя душа выросла и получила комфорт удовлетворение от того что она сделала проходя этот путь легкий или нелегкий у всех по-разному но чтобы прийти в точку комфорта нужно слушать свое сердце и свою душу менять свою жизнь они останавливаться в одной точке бездействия приводят к болезням благодарю я благодарю вас уважаемая коста переходим к третьему вопросу наконец-то интересный вопрос откуда моя душа из какой цивилизации какие таланты я могу использовать из прошлых жизней два совершенно разных вопрос абсолютно верно давайте начнем с первой части созвездия лира созвездия лира мы приветствуем представителя созвездия лира в нашей комнате диагностики нам очень приятно благодарю за этот прием насчет талантов может добавить и что-то какие таланты может использовать из прошлых жизней я полагаю на меди ввиду сейчас генетическую память свою я бы хотел пожалуйста я бы хотел объяснить когда был поднят эмоциональный эмоциональное состояние души пришло состояние любви это то что мы ощущаем на лире мы связаны с друг с другом и между нами и есть определенное чувство доверие понимание которое вы называете любовь мы связаны все этим чувством между собой на земле же это чувство происходит по другому она затрагивает весь биоробот человека заставляя его быть счастливым мучиться переживать огромный букет эмоций иногда это чувство превращается в негативное чувство ненависть комфорт твоей души это быть любимой то что ты помнишь с прошлых жизней на земле и на лире благодарю благодарю вас уважаемый коста за этот ответ четвертый вопрос какие способности мне важно развивать сейчас чтобы стать лучшей версии себя тебе нужно наполниться энергиями сейчас увеличить твое физическое тело нарастив его тонкими телами побыть в тишине по визуализировать представляя энергии лирианские энергии твоего стержня усилить этот стержень и только потом ты прочувствуешь свой следующий шаг и будешь точно знать куда тебе идти не нужно бежать когда ты слабо внутри благодарю благодарю вас костас пятый вопрос возвращаемся к любви и так что в кавычках какие качества паттерны предположения мешает мне быть в любящем партнерстве я бы назвал это не цельность тебе не было целостности и было недоверие от которого ты сама страдаешь и заставляешь страдать партнера на лире нет недоверия как я уже сказал мы доверяем к друг другу может быть лучший совет это найти себе пару понимающую тебя но сперва ты должна сама понять себя и изменить твои реакции от которых тебе самой не по себе опять я возвращаюсь к душе сердцу и своему стержню благодарю я благодарю вас за этот ответ перехожу к следующим вопросам шестой вопрос что для меня ценно знать о моем прошлом жизненном опыте чтобы жить осознанной счастливой жизнью сейчас твой прошлый опыт не имеет никакого отношения к получаемому опыту в этом воплощении весь полученный опыт хранится в твоей генетической памяти чтобы знать себя тебе нужно открыть себя изнутри в медитации в практиках принятие себя распорение себя визуализации это главное главные методики которые принесут тебе без спокойствия живя в спокойствие и гармонии как я уже сказал ты будешь двигаться в правильном направлении у тебя много опыта души он абсолютно разный от негативного до светлого и яркого позитивного опыта как я уже сказал весь этот опыт ты сможешь прочувствовать если научишься слушать себя в тишине благодарю благодарю вас идем к следующему вопросу идем седьмой вопрос каков уровень моего высшего я десятый уровень десятый уровень благодарю вас следующий вопрос в какой профессиональной сфере я могу лучше всего реализовать свой потенциал свою жизненную миссию ты сама ответила на этот вопрос твоя жизненная миссия это развитие души получение опыта и комфорта души твоя душа должна выбрать что ей комфортно а ты вместе с душой цельно объединяясь должна вести ее к этому комфорту если ты посмотришь вокруг я дам тебе одну подсказку если ты посмотришь вокруг ты сама поймешь что тебе интересно а что нет большинство проживаемого тобой окружение опостылили тебе и неприятны а это забирает энергию жизнь в лесу наедине с природой соединение с ней вдали от шума и обязанностей сделает твою жизнь комфортной поэтому подумай что может привести тебя комфорту твоей души минуточку я повторяюсь я хочу сказать что тебе не хватает толчка как я уже сказал тебе все опостылила но менять ты ничего не хочешь спрашивая меня что я отвечаю но как этого достичь начни с малого нравится ли тебя твоя профессия нравится ли тебе место где ты живешь нравится ли тебе тем с кем ты общаешься пересмотри свою жизнь и ты сама ответишь на многие вопросы благодарю благодарю вас уважаемый коста я просто со стороны замечаю здесь у нас как красной линией проходит через все вопросы слова гармония достижение этой гармонии вы называете это комфортом здесь очень много вопросов ко мне но я не имею права говорить какой твой следующий шаг я лишь даю толчок подумать об этом ведь душа она всегда откликается на правильное решение мы это чувствуем нашим сердцем да так и есть вы хотели добавить еще что-то уважаемый костер нет благодарю вас идем дальше девятый вопрос я его не совсем понимаю может вы поймете нужно ли как нужно ли и как исцелять деструктивные переживания опыт рода и системные ошибки чтобы не делать системные ошибки нужно пересматривать свои реакции я уже отвечал на этот вопрос как не переживать контролировать себя и ставить приоритеты что тебе важнее переживать и кормить кого-то этим переживанием или поменять реакцию защитить свое биополе и отторгать все переживания это работа над собой это и ведет к осознанности души это и есть осознанность абсолютно верно благодарю вас уважаемый коста золотые слова позволите дальше про идти до 10 последний вопрос иногда я чувствую острую боль души виде чувства покинутости не из этой жизни что это по моему чисткой был отвечен на этот вопрос безусловно душа которую которая покинула физическое и энергетическое тела тоска по ней мы вернули эти проценты которые у нее были украдены мы даже сказали чем это хороший пример подтверждение моих душа все чувствует и знает благодарю вас уважаемый коста так она и есть поэтому все объяснимо уважаемый куратор коста мы закончили у нас вопросов нет если вы хотите сейчас активировать внутренний стержень вашей подопечной или что-то от себя добавить это был бы самый лучший момент да я активирую и лирианские энергии хотя они уже активированы и играют и поют во всей красе стержень активирован больше вопросов у нас нет уважаемый коста осталась очень добрая традиция которую вы возможно еще пока не знаете каждому куратору каждому учителю который к нам приходит мы всегда делаем один определенный подарок верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые только есть на земле один два три и мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора коста будет ли он так любезен принять этот скромный подарок знак благодарности за его помощь за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече великолепный кроме тоже время богатый подарок благодарим вас нам очень приятно что вам понравилось да я вижу наполненность цвета и аромат этих ягод благодарю вас благодарю я вас больше вопросов у нас нет уважаемый коста передавайте привет созвездию лиром всем кураторам мы рады которые достучаться до своих подопечных мы откроем им эти двери если вы достучитесь и в которой они пойдут уже дальше к своей осознанности сами я благодарю вас за эти слова и внимание к лирианцам благодарю я вас мы рады всем цивилизациям которые к нам приходят на этом месте мы не говорим прощайте мы говорим до скорых встреч возможно на определенном этапе ваша подопечная инга захочет возможно познакомиться со своим высшим я задать ему 10 вопросов конечно для этого надо еще дойти в своей работе над работе над домашними домашним заданием я так скажу вы перечислили все пункты абсолютно которые ей нужно над чем работать и вот когда она это дойдет возможно у нее появится желание в таком случае мы всегда приглашаем в эту комнату диагностики куратора и вместе с ним уже тогда поднимаемся на уровень высшего я поэтому я благодарю вас за эту информацию я надеюсь искренне что мои ответы были понятны и помогут в дальнейшем развитии души очень мудрые ответы никаких вопросов у меня не возникло если что-то было я бы спросил но вы ответили полностью на все вопросы даже чуть больше просто вопросы надо задавать правильно тогда будет интересные ответы и интересные вопросы задавать но это была первая встреча уважаемый коста надеемся желаем инге в ее развитии всего наилучшего и вам желаем на этом месте тоже всего наилучшего и говорим вам до скорых встреч благодарю до скорых встреч и мы благодарим вас и рассинхронизируйся верочка готова отлично инга мы закончили встречу с вашим куратором как вы ее оцените вы получили ответы на свои вопросы очень много информации я буду переслушивать и обдумывать благодарю вас за эту встречу за работу со мной работа только начинается у вас сейчас со временем если вы будете дальше работать у вас будет возможность самостоятельно выстраивать канал к своему куратору и общаться с ним как это делать это еще надо до этого момента дойти но все возможно а сейчас мы будем возвращать вас назад вашу систему биоробот душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копии инге в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточки извилинки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими тела не очень медленно с нижней чакры тонкие тела заходят и она постепенно с ног наполняется полностью цветами стержень дает на свое место расширяется вокруг ее физического тела отлично неркава вокруг нее все готово отлично отключаемся от объекта и и Субтитры создавал DimaTorzok